Всем привет! Уже начало сентября, но у нас сохраняется чудесная солнечная погода. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о книге Филиппа Грегори «Укращение королевы». Именно с этой книгой началось мое знакомство с этой писательницей. Описание эпохи, событий, картин, природы и происходящего заставляет читать и перечитывать эту книгу снова и снова. Это книга об истории женщины, которая не по праву считается событий. Всего лишь единственная жена, которой удалось выжить. Но автор показал, каких усилий ей это стоило. Можно взять, к примеру, сцену в саду, когда Генрих подписывает ордер на арест Екатерины и приказывает Томасу Ризли ее арестовать. Все четыре года, прожитых с Генрихом, восьмым навсегда оставили на ней неизгладимый отпечаток и, возможно, сократили ей жизнь. Авторам была удачно показана параллель между Джейн Сеймур и Катариной пар. То, что Генрих решил на семейном портрете, который напишет Николас Девент в 1545 году, изобразить вместо нынешней супруги Джейн Сеймур, было для нее огромным прилюдным унижением, так как она думала, что позирует и одевает самые лучшие наряды не для того, чтобы ее лицо было заменено другим. Нужно отметить, что судьба Катарины повторяет судьбу Джейн. Мало кто знает, что Катарина Парр напишет три книги, которые будут изданы под ее именем. Но Филиппа Грегори это опишет. Она была первой женщиной, издавшей свои переводы в Библии и молитв, и произведение сетования грешницы на английском языке под своим именем. Для тех, кто хочет прочитать что-нибудь историческое, основанное на реальных событиях, но при этом написанное живым литературным языком, эта книга для вас. Единственное, что не понравилось мне в этой книге, это описание некоторых постельных сцен. Да, на книге стоит значок плюс 18, но все-таки я не люблю подобного рода описания в книгах. Мне стало грустно, когда я познакомилась с биографией Катарины Парр уже после прочтения этого произведения, и узнала, что она умерла от роддельной горячки, разделив судьбу многих женщин своего времени. Я всегда с интересом читаю и знакомлюсь с биографиями женщин, которые жили в непростые времена и своими действиями оставили яркий след во всемирной истории. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, мой обзор поможет вам определиться с выбором и присоединиться к рядам тех читательниц, которые познакомились с этой писательницей. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok